Добрый вечер. Что такое память? Что мы должны помнить, а что нет? Как именно события истории нашей страны нас касаются или не касаются? Насколько мы ограждены от того, чтобы носить в себе память и понимание того, что происходило? И где граница между скотством и политикой, между стремлением любой ценой удержаться, например, в кресле мэра какого-нибудь города, желательно, конечно, столицы, и делами, которые никак не могут помочь человеку вычистить свой имидж до состояния сиятельного блеска, несмотря на все потраченные на пиар-активность средства. Вот помните Геллеровского? Помните, как ценно ему было любое упоминание, «Любой камушек Москвы? Его Москва и москвичи» — это книга, в которой рассказаны истории в чёткой привязке к тому, что вот именно здесь, на этих площадях, жили люди, они совершили какие-то события, какие-то действия, здесь происходили какие-то события, и вот с позиции Геллеровского ценным было абсолютно всё. Неважно, насколько помпезно или затрапезно выглядит какое-то место, какой-то исторический элемент декора и оформления города. Это может быть ржавая железка, а может быть, например, великолепный замок. Очень ценно, когда люди помнят, что вот этот город, он был насыщен событиями, ведь тут много чего происходило. И в топонемике Москвы есть такие места, как, например, там, зацепы или щипок. Это тоже интересная страница, когда здесь у нас щипали людей и не упускали их за цепь, и в топонемику Москвы навсегда вошли вот эти исторические отголоски легализованного гоп-стопа на государственном уровне, когда взимались пошлины за проезд. И наравне с этим у нас в топонемике Москвы сохранились удивительные названия, которые не имеют права на существование, как, например, улица Отокусенина. Кусинена. Помните, кто такой этот мерзавец Кусинен? Это та самая сволочь, которая была посажена нашим правительством, товарищем Сталином, руководить Финской республикой. Мы должны были завоевать в 1939 году близ к Ригам, молниеносным кусок Финляндии, отодвинуть границу. Если помните, все началось с провокации. Мы уничтожили свою собственную погранзаставу, свалили это на финнов, после чего пошли на них краснознаменной Красной армией. Мы потеряли порядка 200 тысяч, финны потеряли порядка 20 тысяч, а Кусинен, это вот тот самый негодяй, который, будучи посаженным, руководить несуществующей республикой, позвал на помощь рабочую крестьянскую Красную армию. Ну, Кусинен не стал никаким руководителем никакой республики, но тихо и спокойно на циковском пайке дожил до своей гробовой доски. А вот есть у нас, например, еще один увлекательный персонаж, попавший в топонимику Москвы, станция метро Добрынинская. Существует такое ощущение, что это то ли про Добрыню какого-то, а Добрыня, он кажется, такой добрый, сказочный персонаж. Нет, ребят, это в память о полевом командире, о террористе Добрынине, которого все-таки грохнули юнкера в 1917 году. Но это был такой подрывной элемент, который, например, лично готовил оружие, взрывчатку, устраивал теракты, и потом, ну, в официальной нашей истории это было даже провозглашено как руководство Красной гвардии района. Это вот как раз то, что мы сейчас называем полевым командиром. Так вот, этому негодяю-полевому командиру у нас в топонимике Москвы оставили на всякий случай такую приятную зацепочку станции метро Добрынинская, чтобы мы, проходя мимо, не вдаваясь в подробности, как-то, в общем, по-доброму относились к мерзавцам. У нас много кого упоминает московская география из людей, недостойных того, чтобы мы о них помнили. При всем при том, у нас Собянин, когда получил в управление Москву, он в том числе провозглашал свое невероятно трепетное отношение к нашим историческим памятникам, из которых было многое сразу снесено. Если посмотреть сайт Архнадзора, то количество утраченного просто чудовищное. И в ночь длинных ковшей, когда посносили усадьбы в Москве и на месте их построили рестораны, мы потеряли много чего бесценного. И вот тот же самый Гелеровский как раз и относился к любому камушку очень трепетно, потому что этот камушек свидетель истории. А нам не нужно, нам ресторан нужен. Ну, с точки зрения, по крайней мере, тех людей, которые сейчас очень активно пропагандируют какую-то любовь к Москве и москвичам. Причем, понятно, что Гелеровского уже никто не считал, так его на всякий случай уважают, и даже улицы есть его имени. Но зачем вдаваться в подробности? А сегодня у нас с вами совершенно жуткий день официально. Мы поминаем жертв террористических актов. И нас ведь волна терроризма накрыла. Причем, подоплека этого терроризма, это политика нашего государства. С терроризмом у нас было все в порядке. Ну, практически не было его. Даже несмотря на то, что гражданская война в нашей стране не закончилась никогда. Она началась в 2017 году, не закончилась по 2013. Но, тем не менее, терроризма вот в этом всеобъявляющем понимании у нас не было. Потом его искусственно разбудили. Это была специальная методика. Вот то же самое, как гражданская война. У нас не было в 17-м предпосылок к началу гражданской войны. Ее очень долго, гражданскую войну готовили и в конце концов запустили. Вот то же самое с терроризмом. И вот на шоссе энтузиастов в районе дома номер 29 долгие годы была очень скромная маленькая мраморная плита. Она практически под ногами людей была. Даже не плита такой памятный знак. Те, кто проходил мимо, они останавливались, читали, что там написано. И оставались в столбнике. Потому что это место террористического акта. На шоссе энтузиастов возле дома номер 29 в 1994 году, это очень давно, 27 октября 1994 года. Мы об этом уже не помним. Произошел, должен был произойти теракт. Там была установлена противопехотная мина, осколочная, направленная у действия, так называемая МОН-50. 50, это 50 метров разлет осколка. У нее дальность поражения очень большая и высота сектора поражения до 4 метров. То есть погибло бы огромное количество людей. Противопехотная мина управляемая, она была там установлена. А по шоссе энтузиастов 29, это на пересечении с проспектом Буденова, там расположен НИИ, почтовый ящик, в котором работает очень много людей. И утром, около 10 часов, при разминировании, на этом месте погиб подполковник Михаил Чеканов. Тогда эта служба называлась ФСК, Федеральная служба контрразведки. На следующий год она была переименована в ФСБ. Подполковник Чеканов погиб, накрыв собой мину. Это то самое место, где пролилась его кровь. И вот для того, чтобы все остальные жили и спокойно ходили, но помнили чуть-чуть, самую малость, у людей под ногами была вот эта вот памятная, памятный знак. Можно было подойти, посмотреть и узнать, и помнить, что вот именно здесь погиб подполковник Чеканов. А сейчас у нас в Москве, мало того, что пробки официально, победили. Есть даже специальный сайт, который регулярно подтверждает эту великолепную победу над пробками. У нас идет массовая реконструкция дорог. И здесь строится на пересечении энтузиастов и маршала Бузенова развязка. И этой развязке помешало место гибели подполковника Чеканова. Ну, погиб бы он где-нибудь тихонечко в другом месте. Ну, и все в порядке было бы. А здесь он помешал, не в том месте погиб. И памятный знак ему уничтожен. Образ снесли. И как-то принято у нас на крови, на могилах, построить что-то более целесообразное. Ведь развязка здесь важна, важна. Перерыв после новостей. Подполковник Михаил Чеканов погиб утром 27 октября 1994 года, накрыв собой противопехотную мину, которая была установлена по адресу шоссе энтузиастов 29. В прошлом году памятный знак на месте его гибели был снесен, потому что мешал реконструкции энтузиастов шоссе энтузиастов. Там будет развязка, более полезная с точки зрения товарища Собянина. Это важнее дорога. И никто не спорит, что дорога важна. Вот только подполковник Чеканов не выбирал место гибели. Террористы выбрали. И там был памятный знак. И этот памятный знак на месте гибели героя должен был остаться. Там должно быть упоминание о том, что здесь оборвалась человеческая жизнь, которую он спокойно отдал, чтобы жили все остальные. И в том числе, чтобы в этом городе был Собянин в качестве мэра. И это недопустимо, когда дорога должна идти почему-то по местам столь памятным. У нас в Москве принято строить на кладбищах дома. У нас принято дорогами рубить любые погосты. И эта традиция продолжается. Хотя, казалось бы, у нас не варварское время. И когда у нас была борьба с церквями и с космополитизмом, это было в качестве политики государства. Зачем нам кладбище с какими-то там попами и царскими генералами? Мы лучше здесь построим светлые дома для еще более светлого завтра. Оказывается, нет. Вот прошлого года события, 12-й год, уничтожен памятный знак полковнику Чеканову. Потому что просто не нужен. Потому что Чеканов погиб. Потому что события давние. И потому что с тех пор подумаешь, сколько еще терактов было. Вот сегодня у нас официальный день скорби. Мы сегодня отплачем легально. И у нас сегодня эти ряженые в галстуках будут делать такие же соответствующие лица. О том, что они помнят, о том, что они скорбят. А еще найдутся такие, которые скажут, а мы не допустим. А на самом деле вы не допустите в чем? В том, что вы за зарплату боретесь за то, чтобы нас охранить от терактов? Нет, ребята, у вас это не очень хорошо получается. По крайней мере, не всегда. А, ко всему прочему, расследование любого последующего теракта, оно почему-то у вас выходит как-то очень криво, косо. Мы до сих пор много чего не знаем у вас это в качестве тайны. Единственное, что нам остается, это наша память. Когда мы помним, что произошло в Норд-Осте, и чем это кончилось, в том числе для нас. Мы очень хорошо помним, что произошло в Беслане. Хотя мы почему-то до сих пор не в курсе, а что же там произошло на самом деле. И подполковник Чеканов, это одна из жутких страниц истории нашей. города и нашей страны. А нам сказали, что эта страница мешает. Там должны машины ездить. Машины это важнее. Потому что пробки, дороги и машины, они попали в лист приоритета нынешнего руководителя города, а подполковник Чеканов и память о нем не попали. Но, знаете, что удивительно, несмотря на всеобщее скотство, такое официальное скотство в нашей стране на уровне политики государства, приличные люди все равно остаются. Причем они остаются даже во власти. И вот люди, которые знали лично Михаила Чеканова, и его сослуживцы, а также представители структуры его ФСБ, они не согласились с тем, что должно быть ради дороги уничтожено место памяти и место гибели Михаила Чеканова. А также с этим, как ни странно, не согласился не менее замечательный человек Александр Гаврилов. Это пресс-секретарь Департамента образования города Москвы. Вот в Департаменте образования пресс-секретарь, он прекрасно понимает, что такое память. И он приложил массу усилий вместе с ребятами из ФСБ для того, чтобы была построена, была создана Стелла в честь героя Михаила Чеканова. И сегодня, тихо, не афишируя для всех, вот эта Стелла, она наконец-то встала, надеюсь, уже теперь навечно, навсегда. Не на том месте, где он погиб, а всего-навсего на глазах и в месте пребывания кадет. У нас есть кадетский корпус в Москве, и вот теперь на территории этого преображенского кадетского корпуса, то есть на территории не самой посещаемой, но тем не менее на той территории, где воспитываются люди для служения нашей стране. На этой самой территории установлена Стелла. Она выглядит не так, как тот памятный знак на месте гибели, но, по крайней мере, это вечная память о Михаиле Чеканове. Нашлись люди, которые не согласились с тем, что провозглашенная официально дорога любой ценой по костям, по морали и по памяти, должна во что бы то ни стало заасфальтировать собой и уничтожить место и имя человека. На этом месте будет дорога, и я боюсь, что не хватит совести возобновить там хотя бы какой-то памятный знак, чтобы проезжающие, проходящие мимо все-таки помнили, что именно здесь. Но зато у людей с совестью и у людей в том числе с вот таким вот гиллеровским отношением к истории, что здесь ладно, вот все, что осталось, все то осталось. Вот все, что было, все было. И пусть даже мерзавцу Добрынину и негодяю Кусинину у нас тоже в топонимике нашлись какие-то памятные места, хотя они не заслуживают этого ни в коем случае вообще, а тем более на фоне подполковника Чеканова. Ну, так уж и быть. Пусть история всех как-то не столько рассудит, сколько примирит. Хорошо, что нашлись приличные люди, которые не согласились с официальной политикой московского государства, провозгласившей свое трепетное отношение к всем событиям истории города и уничтожившим то, что нельзя трогать, вот нельзя прикасаться. Насколько бы не было это целесообразно. У нас целесообразность, она постоянно идет поперек людей, живых и мертвых. Сегодня, 3 сентября, в последний раз кто-то касался грязными руками памяти Михаила Чеканова, потому что чистыми руками и светлыми сердцами его место памяти для него нашлось все-таки в городе Москве. И молодцы, в первую очередь и командир, и преподаватели Преображенского кадетского корпуса, прекрасно понимающие, насколько важно воспитывать людей не указкой у доски, показывая, как замечательно едут транспортные потоки по пересечению шоссе энтузиастов и проспекта Буденного, прекрасно понимающие, что воспитание людей, вопреки официально провозглашенному в качестве политики государства скотству, идет в том числе на примере героя Чеканова, который прекрасно понимал, что он погибнет, но он не счел нужным остаться в живых в ситуации, когда погибли вы остальные. Вот, в одну секунду. Остальные живут, а его нет. Программа Экипаж с Сергеем Асланяным Давайте теперь попробуем поговорить. Да, кстати, пробки у нас побеждены, и по Яндексу это вот 6 баллов, а если посмотреть по Mail.ru, то почему-то их больше. Картинка Mail.ru, который с пробками не борется, а констатирует ситуацию, мне кажется, более похожей на правду. Вот здесь 7 баллов. 65, 10, 9, 9, и 6. Давайте теперь выберем себе хорошую машину. Алексей, здравствуйте. Дом про вечера. Вы слышал первую часть передачи, как обычно. Немного сегодня в токе. Поэтому, наверное, по поводу машины перезвонил в другой раз. Спасибо вам. Практиканам и подачи. Вот к разговору о том, что приличных людей все-таки больше. И как бы ни пытались нам объяснить, в том числе при помощи статистикой ВЦИОМа, когда сейчас нам рассказывают о том, что за Навального всего лишь 20%, при помощи любых других официальных инструментов, а приличные люди в нашей стране остаются. Вот что с ними не делай, это не заслуга государства, это вопреки государству, это потому, что в семьях, ведь не зря большевики уничтожали семью, не зря большевики прекрасно понимали, что до тех пор, пока семья не уничтожена, до тех пор, пока отец это отец, и до тех пор, пока мать это мать, с этими людьми ничего нельзя сделать. а вот когда сейчас мы уже видим результативность, конечно, безотцовщина, вместо материнства отбывание повинности или просто брошенные в неонатальном периоде дети, а также наш закон об образовании, подводящий гильотинную черту под попытками создать приличное общество приличных людей, а тем не менее, все-таки есть люди. все-таки посмотрите, насколько блистательно то, что они отзываются сердцем на подобное. Хотя, казалось бы, правильнее выбрать себе машину. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Мне несколько слов по поводу связи памяти, морали и патриотизма. Совсем недавно по поводу подобной вещи я сам с тобой рассуждал, и вот пришел к какому выводу. Вы помните, то, что для нас важно. И в настоящий момент память о героях подобных ЧК, но она в стране не нужна, что ли, потому что когда думаешься, думаешь, во имя чего они погибли? Они погибли для того, чтобы мы жили, да, но как мы жили? Мы столкнемся с много с чем в своей жизни, что нам кажется неправильным. Об этом говорят многие. И точка зрения того, что вот они погибли разве за это? Они погибли за то, что мы видим во многих появлениях того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Конечно, эти люди погибли не потому, что они отдавали себе отчет в том, какие скоты придут на их место и будут над ними и потом будут распоряжаться памятью. Речь, конечно, не об этом. Героин остается героем вне контекста событий. Перерыв на новости. Иван написал мир праху подполковника Чеканова. История написана кровью костьми. И наша власть уроды. Нет, чтобы как в цивилизованных странах потом построить мемориал или повесить новую табличку. Дальше он спрашивает, можно ли потом со мной связаться в Фейсбуке, чтобы обсудить сбор средств для новой таблички на месте утерянной из-за этой власти. Да, Иван, найдите меня в Фейсбуке. Это очень правильно, очень здравая мысль. Спасибо вам, что вы сердцем откликайтесь на подобные события. 65 10 9 9 и 6 Владимир, здравствуйте. Сергей, почему я очень всегда слушаю вашу программу. Как правило, согласен с вами, но сейчас согласен не совсем. Да, это очень плохо, что уничтожили знак. Но городу нужны дороги и развязки. Можно по-другому сделать. Назвать развязку имени Чеканова. Назвать улицу имени Чеканова. То есть, вариантов много. Чтобы его память оставить. Да? Вечер, как говорится. Вот. Это вариант. Понимаете, вот на том месте, Владимир, что неприятно, там не то, чтобы дорога прямо непосредственно проходит своим асфальтом по месту гибели и по месту памятника. Нет. Просто строительной площадке неудобно. Там Камазу развернуться неудобно, там забор стоит, и в зоне отчуждения стройки так неудачно погиб подполковник Чеканов. И снесено не потому, что конкретно дороге мешает, а потому, что неудобно лопатой махать, вот тут что-то кто-то погиб, что-то как-то лежит, он тут не кстати. Давайте-ка выбросим, а там посмотрим. Причем, не желая даже восстанавливать. Способов не быть скотами очень много. И из этого не следует, что не надо строить дороги. И дома надо строить, и дороги надо строить. И была, знаете, определенная ирония в советское время, когда, например, так называемое царское село в Номах-Черемушках, это кирпичный квартал, его построили на месте чумного кладбища. Как раз для работников аппарата Центрального комитета коммунистической партии там шикарные квартиры на месте чумного кладбища. Это очень так даже недвусмысленно прозвучало. Ну, городу надо расширяться? Надо. Но всегда есть возможность сохранить лицо. Это в том случае, если оно есть. А когда есть скотство, когда есть политическая целесообразность, а также, знаете, политическая воля, как у нас принято, тогда будет дорога любой ценой. Тогда все остальное будет любой ценой. И строительство светлого завтра, например, для людей тоже любой ценой. Почему бы и нет? Так что, Владимир, тут в том, что мы друг другу с вами говорим, нет противоречия. И у нас с вами нет антагонизма. Дороги должны быть. Сергей, извините, пожалуйста, опять я еще раз поспорю. Давайте. Кладбище и место гибели это разные вещи. Да. И другое место памяти. Немножко перекликается с темой этой передачи, где всякие памяти вдоль дороги. Да. Это примерно из той же области. Конечно, в данном случае это герой. Где-то это просто человек погибший. Разные могли быть обстоятельства. Может, он мотив, кто улетел в свет, а может быть, дорога не соответствовала нормативам. Может быть. Поэтому он улетел в свет. Но дорога это не кладбище. Я против того, чтобы вдоль дорог стояли кресты, венки и прочие дела. Кладбище, да. Там человек похоронен, там стоит тайсник, его там вспоминают родные, а дорога это не кладбище. Да, Владимир, что, кстати, не мешает, тем не менее, по этому же кладбищу через какое-то время пропустить дорогу. Нет, ну это другая тема, абсолютно. Это уже общая культура. Да. Были конкретно встануты, которые взяли и пустили в памятный знак. Это уже культура, вот это руководство, которое строит эту дорогу. Да, да. Это, собственно, их вина. Они, не знаю, потом у них работают русские, нерусские, неважно. И он дали команду, они смысли. Это общая культура. Конечно, конечно. Это общее отношение к тому, что было, что будет и, в принципе, очень сильно характеризует то, до чего мы деградировали. Наш нынешний уровень, такой вот общий собирательный образ. Вот такие мы теперь. Венков вдоль дороги, на мой взгляд, тоже должно, не должно быть, но, тем не менее, вот эти вот памятные знаки в честь, в том числе, абсолютно пьяных водителей, которые погибли по своей вине, это эквивалент недоработки власти, у которой есть федеральная целевая программа по безопасности дорожного движения, пролонгированная до 2020 года и финансируемая в объеме 100 миллиардов рублей, не приносящая никаких результатов. Вот ровно настолько, насколько она результатов не приносит, ровно настолько много у нас венков стоит вдоль дорог. Правильно это или нет? На мой взгляд, тоже неправильно. Но эти венки стоят, а депутаты Госдумы единственное, что придумали, это взять и оштрафовать тех, кто поставил эти вот какие-то там памятные знаки вдоль дороги. Хорошо, что они еще на подполковника Чеканова, на его семью, например, не замахнулись, а что это у вас тут, подумаешь, погиб? А давайте мы вас оштрафуем. Не в том месте погиб. Вот. Ну, немножко, все-таки, неправильно. Есть хозяева земли возле дороги, пришли, их надо спросить, можно ли там что-то устанавливать, да? Если в городе стоит памятный знак, это значит разрешение власти. Да. Если вдоль дороги стоят кресты, ясное дело, что никто там на федеральном или на местном уровне не разрешал этого делать. И не должно быть этого. А вот, допустим, те же коленики ПТТ должны поставить на каком-то участке транспарант. Просто-напросто. Здесь погибло, и там, за период какой-то сколько человек. Да, они тоже так иногда делают. Например, вот так. Да, согласен. Так тоже можно. И вообще, знаете, способы достучаться до сознания людей, они многочисленны, а способы обезопасить нас, в том числе, на дороге, они еще были многочисленны. И не случайно некоторые страны, такие, например, как Швеция, имея не менее чудовищную цифру жертв ежегодного убоя на дорогах, 500 человек у них погибает. Они провозгласили к 2016 году программу нулевой смертности на дорогах. И для этого они не только придумывают штрафы за венки вдоль дороги, для этого они придумывают, например, еще и инженерные сооружения, которые не позволяют встречным потоком пересекаться, когда к тебе в лоб не прилетит красавец Вольво с 40-тонными на хвосте. А у нас он тебе прилетит, после чего единственное, что сделают родственники, они там поставят какой-нибудь маленький памятный знак, а депутаты Госдумы тебя за это оштрафуют. Это говорит о векторе, в котором двигается государство и заодно общество. Общество, конечно, за скотством государства не поспевает, но тоже стремится, да. Вектор, к сожалению, общий. Вообще, за этом общество, так я понимаю. Потому что все мы на этой дороге, да? Как-то вот со связью у нас что-то. Жалко, Владимир, потому что на очень интересном месте. Татьяна, такое ощущение, что вы дождались своего часа. Да, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, радиослушатели. Извиняюсь, я немного нервничаю, это мой такой радиодебют. Замечательно. Да, вы затронули очень серьезную и интересную тему. Я полностью с вами согласна, тем более, что таких людей, о котором мы сегодня говорим, не так много, к сожалению, к огромному. И не оставлять какую-то память, это просто чудовищно. Я полностью с вами согласна. Вот, я звоню немного по-другому вопросу, я не знаю, насколько сейчас актуально это. Я думаю, что это актуально всегда, потому что одно дело, происходящее в обществе, а другое дело, происходящее в вашей личной жизни. Это же тоже важно. Да, спасибо. Я хотела рассказать, я являюсь не с частным обладателем Вольво С-40 двухлитровый с коробкой PowerShift. Вот, у меня произошел недавно такой случай, она, знаете, у меня такой клинический неврастенник, я ее называю. А до какого года у вас, Татьяна? Двенадцатого, ну такая свеженькая относительно. Вот, у меня произошел такой случай недавно, я так ювелирно запарковывалась параллельной парковкой, ну в условиях московской суровой действительности, я думаю, вы меня понимаете, там когда спереди там 15 сантиметров, сзади 15 сантиметров от машины остается, и собственно я уже начинаю сдавать назад, и она так вот носом клюет совершенно непредсказуемым образом вперед. Вот, и я практически чуть-чуть, ну прям там совсем немного оставалась перед машиной, которая впереди стояла, ну практически чуть не врезалась. Ну и собственно я решила разобраться с этой ситуацией, потому что ну когда не можешь контролировать свою машину, ощущение такое абсолютно неприятное. Вот, я значит, ну тут началась моя череда унижений. Я сначала поехала в независимость, которая на Ленинград, у меня машина еще на гарантии, вот я рассказала ну вот то, что случилось, то, что коробка дергает, мастер начал говорить, что я значит не умею водить, начал объяснять, как ездить, ну потом я видимо все-таки уже нажалость надавила, и он рассказал, что это оказывается у вот этой вот машины, у Вольво, и по-моему именно с этой коробкой, это такой, такая техническая особенность Вольво, как он назвал, такая изюминка машины, то, что она такая у меня нервная, вот, и сказал, что многие жалуются на это, что не я одна такая, вот, я после этого начала звонить на горячую линию, на горячую линию я не дозвонилась, обещали перезвонить, не перезвонили, вот, и потом самое главное хамство, такой, знаете, апогей всего хамства, это звонок был в представительство. О, там хорошие ребята. Да, 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 ну это вообще был, конечно, верх. Я дозвонилась, там еле-еле соединились с отделом по гарантии, ну там какая-то женщина такого, возрастная, назовем так, ну естественно, не представляясь, ну это, кому это надо, вот, попыталась опять мне рассказать, что я не умею ездить, знаете, такой же ритуал, мне кажется. Вот, и она, значит, стала, стали детально объяснять, как надо ездить, как не надо, как парковаться, где парковаться. Вот, я уже, знаете, ожидала, что там последуют анекдоты про блондинок, там вот про обезьян с гранатами, без гранат. Вот, я сказала, что, значит, на связь с клиентами, на этот дефект, вернее, многие жалуются на вот этот вот дефект, и никто не может не проконсультировать, так, не ответить, кроме, ну, реально, консультация, как парковаться. Вот, и, видимо, я ее разозлила окончательно, она там уже начала прикрикивать на меня, что это, типа, мои проблемы, ну, и бросила трубку, так, в довершение. Нормально, а почему, собственно, вольво, представители к вам должны были отнестись как к клиенту? Говорили бы вы по-китайски, вас бы хотя бы приняли за владельца, а так, вы кто, купил и? Да я бы, если честно, и на Ленинградке бы, на независимости остановилась с удовольствием, но как-то вот... Не получилось? Да, не получилось, но, причем я совершенно не скандалить, хотела там, не судиться, вот это вот, боже упаси, просто хотела получить какой-то документ или узнать, у кого можно получить этот документ, о том, что вот этот вот глюк, эту неврастению, они считают такой технической особенностью, просто, ну, чтобы на будущее, если я все-таки там тюкну машину или там, не дай бог, человека, чтобы у меня была какая-то справка, что это типа не моя вина. Ну, на самом деле, вина все равно будет свалена на вас, это техническая изюминка, она очень у многих машин, я, например, на Audi Q3, взятый тоже для тест-драйва в представительстве, чуть было не снес впереди стоящий бампер, потому что в момент переключения там та же самая система, тот же самый робот с двумя сцеплениями, когда уже машина стоит зафиксированная, ты ее держишь, хорошо, что я, в принципе, всегда ногу держу на тормозе, я перевожу из драйва в паркинг, наоборот, в реверс, и в этот момент она вместо того, чтобы поехать назад, делает совершенно фантастический рывок вперед, если бы кто-то в этот момент пытался просочиться между бамперами, он остался бы без ног. Ну да, 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 у меня такое же было. И проблема существует, никто с ней бороться естественно не будет, максимум, что вам могут сделать, это покрасить вас в блондинку, чтобы соответствовал портрет ситуации. Ой, к сожалению, не надо красить. Я, собственно, и успокоилась уже, что мне так... Мне еще сложнее, потому что со мной блондинка вообще никак не проходит, и единственный вариант это держать всегда машину тормозом, потому как любое переключение на ней, вы знаете, что она вас подведет, они вам не дадут никаких справок. Вы можете получить от любого независимого эксперта бумагу, из которой будет следовать, что это так и есть, и ни один суд это не примет к рассмотрению, а страховая компания, задача которой точно такая же, как у дилера, ограбить вас, но ни в коем случае не помочь, тем более не будет принимать какого-то эксперта точку зрения к рассмотрению, тем более, что ему не было назначено, знаете, как суды у нас говорят, ваш эксперт, когда писал, он это писал не в рамках судебного процесса и не по заказу суда, поэтому не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, поэтому он мог в том числе и наврать вашу пользу, и мы должны будем назначить свою собственную экспертизу, а их собственная экспертиза, естественно, всегда покажет, что они правы. Поэтому с этой изюминкой, к сожалению, придется бороться педалью тормоза. Перерыв на новости. Ильдар из Казани спрашивает. Продаю фольк с полоседан российской в скобочках брррр сборки и хочу купить октавию новую, которую собирают на Руси в скобочках к моему сожалению. Но старая октавия мне кажется лучше. Выше просвет, многорычажка сзади, пластик качественно лучше. А чем еще новая октавия хуже? Ильдар, новая октавия еще хуже ценой. Ну и вообще дым пониже, потому что труба пожирена. Соответственно, наоборот. 65, 10, 9, 9, 6. Так, Алексей. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер. Я на самом деле как бы давно хотел вам дозвониться, рассказать о своей шикарной машине, но сегодня бы я хотел как бы высказать две своих мысли по поводу памятника подполковнику Чиканову. Давайте. Я когда-то давно прочитал такую фразу, что каждому подвигу человеческому предшествует чья-то человеческая глупость. Ну, либо преступление, либо халатность, не только глупость. К сожалению, складывается впечатление, что пока наше руководство будет как бы совершать достаточно глупые, циничные поступки. Скорее, циничные и во вторую очередь глупые, потому что цинизма в их действиях больше. Всегда найдутся люди, которым придется совершать подвиг ценой своей жизни. Да. Это первое. А второе, вот в той ситуации, в которой мы сегодня все услышали от вас, вот, есть же определенное количество плюсов. Посмотрите, как бы, кадетский корпус, те люди, которые будут нас защищать. Многие из них станут будущими офицерами, кто-то из них будет политиком. Кто-то из них будет героем посмертно. Да, кто-то будет героем посмертно, но они будут расти и будут каждый день видеть эту стелу и будут рассказывать им про тот подвиг, готовить их к другим подвигам. Молодцы, абсолютно правильно, что сделали именно так. И вот Департамент образования Москвы не случайно оказался в этой коллизии одним из главных действующих лиц, потому что там люди, которые понимают, на каких примерах надо воспитывать. Спасибо вам большое. В какой раз дозвонюсь, расскажу про свою машину. Спасибо вам, Алексей. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Хотел бы, ну, разбить на две части небольшой свой монолог. Давайте. диалог. Вот, я как бы сам являюсь сотрудником одной из правоохранительных служб нашего государства. Вот. И по поводу Чекалкина, да, Чекалкин, Чекалкин или Чекалкин? Чеканов. Михаил Чеканов, да. Во-первых, хотел бы, что сказать. Поражает то, что подполковник пошел на мероприятие сам лично. Да, то есть все-таки это звание, которое подразумевает несколько более кабинетно, понимаете, такой, штабной стиль. А потому что самый старший, потому что самый опытный, потому что знал, на что шел. Мина очень серьезная, противопехотная. Очень профессиональная мина была. это поражает. Уже, но на самом деле не первый пример. Был еще эпизод в Чечне, оборона общежития, там кадровик, тоже подполковник или полковник, не помню, к сожалению, Алексеев, по-моему, фамилия его, тоже вызвался и руководил обороной этого общежития, пока сепаратисты, значит, долбили это здание. У нас вся история из этого, просто, Вячеслав, простите, что перебью, у нас история любой нашей бойни обязательно содержит упоминания и подвиги героев, про которых никто не мог это подумать. У полковника Дроздовского в вооруженных силах Юга России, у него правая рука был полковник Жебрак. У полковника Жебрака он был, ушел в отставку с позором за то, что был очень плохим офицером. Его списали в судьи и он шел по департаменту юридическому. И к 17-му году полковник Жебрак был по всем совершенно аттестациям негоден к строевой, негоден никакой и его просто тихо списали на пенсию. И тем не менее, герой, полковник Жебрак, когда началась гражданская война, он сформировал черноморский отряд, собственно, откуда у Дроздовцев у них Андреевский флаг. Потому что полковник Жебрак пришел к Дроздовцам на подмогу в очень тяжелый момент в 19-м году и он пришел с хорошо униформированным отрядом вооруженным и лично водил свой отряд в атаке и погиб в бою. И это был герой, который показывал пример, как надо воевать. Хотя по всем меркам штабной собственно клерк. И вот каждый раз наша история вынуждает героев закрывать с собой вот амбразуру. Эти амбразуры никогда не заканчиваются. И когда в том-то... Сергей, ну я немножко извиняюсь, у меня все-таки времени мало три мысли довести в формате кратком передачи. По поводу тех сволочей, подонков и негодяев, я по-другому никак не назову, гадов, извиняюсь немножко за эмоции, но это все литературно, которые смеют что-то, так сказать, осуждать имя этого человека, вот, дороги и так дальше. Дороги дорогами, их надо строить, это все ясно. Но такие вещи, как память, убирать, конечно, нельзя. И я вот как бы в рамках передачи хотел бы сказать, что я постараюсь как-то хотя бы там обозначить присутствие в этом месте, может быть, как-то что-то попытаться хотя бы букет туда положить, да, то есть со своей стороны. Трогать это нельзя, и рядом обязательно надо что-то поставить и сделать. И, конечно, надо не только где-то там, так сказать, в кадетском училище, но и непосредственно на дороге, и желательно в Академии ФСБ, потому что там молодые как бы люди учатся. Как бы это святое, это даже не обсуждается. Да. И очень мне понравилось, что вы сказали вот про проблему общества нашего, задурманенного золотым тельцом, долларом, кредитом, вот этим постоянным стремлением к потреблению, отсутствием духовности, отсутствием института семьи, отсутствием уважения к старшим, к офицерам, непонимание офицера своей сути, когда человек берет взятку, вы его хватаете за руку, а он смотрит, хлопает глазами, не понимает вообще, что с ним стряслось, как бы, что случилось-то, да, он волосы на себе не рвет, понимаете? И уж тем более не стреляется почему-то. Он не стреляется, да, для него это просто вот, ну, конфуз такой, вот попался я, ну, все берут, я тоже беру, да, вот, я не про себя, я от лица этого персонажа, да, и как бы, ну, я попался, ну, как бы, ну, не стреляется, честь и совесть убрали, нам по телевизору это не показывают, да, молодежь не смотрит такие фильмы, как вариант Омега с Олегом Далем, да, вместо встречи нельзя, и так дальше, вот, это вот по второй части. Согласен. Тем более, что в месте встречи диалог Шарапова с Жегловым по поводу офицерской чести многим уже будет непонятен. Да, 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 Почему вдруг Шарапов об этом заговорил? И Жеглов правильно среагировал? Он говорит, так что, я честь офицерскую замарал? И что, и что меня пугает, если в этом диалоге мы как бы с вами, да, видели, допустим, и многие наши, так сказать, поколения видели проблему честный, нарушает законы, честный сотрудник ради большого дела, а второй ради этого дела не хочет нарушать, но в знаменателе честное, хорошее дело, благое дело, то есть здесь уже идет нарушение закона за деньги, за корысть, за свою выгоду, то есть мы получаем более тяжкое. Вот, это два. В завершение, конечно, вам скажу, что подонков в погонах не так много, как кажется иной раз вам, как бы, гражданам на улице, поверьте, я вам говорю, это честно, да? Дай бог. Вот, это как бы в завершении вот про героя Чеканова, подполковника Чеканова, вот, а по поводу автомобиля, я вот обладатель Skoda Octavia Tour, скажем так, и могу всем посоветовать, очень скромный, хороший, надежный автомобиль. Да, и жаль, что его снимают с производства, в общем, нам бы пригодятся еще в таком виде. Да, очень хороший, и, честно, хочу сказать, что вот все высказывания какие-то критичные, когда звонят люди и говорят, что там какие-то страна, не страна, страна всегда будет страной, а политиков хороших не бывает, всегда будут и плохие, и хорошие, и хорошие будут плохими, это все полярно и всегда не в идеальном мире, но герой, он и в Африке герой, вот, поэтому вечно ему память, честь, и будем помнить, а я уж как бы буду проезжая мимо как-то вот обозначать себе внутри и в душе и окружающим, что там лежит сапер Чеканов. Спасибо вам. Ой, Вячеслав, спасибо вам, знаете, так светлее становится жить вот после таких слов. Илья, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей, вы знаете, на мой взгляд, ну как бы про машину, я думаю, лучше завтра дозвонюсь или послезавтра спрошу, а сегодня мне хотелось сказать, что все-таки это проблема не политиков, не государства, а правления, а проблема чиновников, у нас как-то сейчас путают чиновников и политиков. Где-то именно чиновники, зная о том, что у них находится на их территории муниципальные, данный какой-то памятный знак, что произошло данное событие, спокойно выдали разрешение на строительство без обременения, без того, что, допустим, обременить строителей, в рамках бюджета, поверьте, перенос этой мемориальной доски торжественной, с почетными, с почетным караулом, да, перенос, допустим, на другую сторону или чуть сдвинуть там, поставить, выгородить как-то, это, ну, не то, что копейки, это сотые доли копеек на уровне этого бюджета. Захотели бы, захотели бы найти способ, нашли бы способ. Понимаете, ну, строители, понятное дело, деньги, 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 но чиновники, которые действительно на их земле, это их муниципальные, как бы вот, ну, они хозяева на этой земле, вот чиновники дали разрешение без обременения, они просто об этом забыли, вот, это все, на мой взгляд, поколение, элементарное поколение Павлика Морозова. Вот, когда я слышу про такие вещи, вот, чиновник, который подмахнул и поставил штампульку, окей, соглашована дата подпись, это дальний родственник Павлика Морозова, это урода морального, который ради идеи спокойно подвел подверг своего отца, ну, это вот, впоследствии 70 лет. Уничтожение в нас человеческого. Уничтожение личности, уничтожение личности, потому что то, что золотой телес застил нам глаза, все замечательно, но, если бы у нас, как говорится, как делал Гребенщиков, ну, чтобы стоять, я должен держаться в камне. А мы корни не сделаем. А корни, да, да. Книга Москва и москвичей, извините, которую написал великий, на мой взгляд, журналист и писатель телеровки, я вообще чиновник. Ну, вот, связь у нас сегодня, к сожалению, просто ужасная. Единственное, в чем, в легкой формулировке стилистической с Ильей не соглашусь, он бросил фразу «хозяева на этой земле разрешили», вот эти чиновники, они не хозяева на этой земле, они кормящиеся с этой земли. Это вот, трагедия временщика, которая во всем нашем обществе сиюминутного заработка, сиюминутной выгоды, сиюминутной прибыли. Это вот как раз то, знаете, что идет в разрез, в том числе, с христианской моралью, когда всегда объясняется, сейчас-то ты здесь по земле грешишь, а вот там-то потом отвечать придется. Ха! Считают они, не придется, пронесет. Не, не пронесет. Вот там будет по-настоящему. До завтра. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова